всем привет мы продолжаем проходить x3 таймлайн x3 x4 таймлайн и продолжаем получать ништяки которые которые нам были положены по прохождению это моя оборонительная платформа вот форма вот я все сейчас в череде тарка полечу тут мне надо найти корабль насколько я знаю где-то вот в этом районе сейчас не успеет немножко нахлобучить радиации по идее потому что не успеет опасность да ну нафиг да ну нафиг вот это уже серьезная добыча я понимаю а меня тут ранит нет ранит так вот это да свалили ментальный шаттл вот это не шутя это ксенон кто еще не понял где у него утечка опасность обнаружен район с агрессивной средой да я сейчас утечку найду загоняю это вообще ничего не слышно обо что я бьюсь тут вообще можно захватить его через утечку по идее в этой зоне он тут стоит его не ранит значит и мне ничего не окружает опасность обнаружен район с агрессивной средой так Твою мать, это где? Турель. Ну, у меня есть АМП-бомба, если чё. Так, ладно. Это ручной бомбомёт. Так, боеприпасы. А, есть, АМП. Есть, отлично. Давайте, заданём ей. Я не могу найти утечку. Может, её... Может, её и нету, этой утечки? Сейчас-то точно должна быть. А, вот она! Интересно, она была тут, если боль, наверное? Ну, по идее, была, я думаю. А, у меня есть ксенонский корабль! Разрешение на стыковку получено. Где? Огонь! Фу-фу, а тут сюда... Нет, это не сюда, никуда не ведёшь. Опасность. Обнаружен район с агрессивной средой. Ну, вот это красота, конечно. Ну, правда, он, если честно, не особо-то похож на ксенонский. Какой-то... Ну, корабль-корабль какой-то на вид. Всё-таки в X3 эти плитки выглядели более убедительно. Так, смотрим. О, лично возьмите под управление корабль ксенонов. Ну, прикольно. Нет, всё равно очень прикольно. Очень прикольно. И... Давай посмотрим, что оно из себя представляет. Информация. Аж. Я могу, кстати, исследование сделать. Хе-хе-хе-хе. Нет. Не могу. Опасность. Обнаружен район с агрессивной средой. Так, смотрим. Ксенон. Обзор по кораблю. Давай, смотри, что у него есть. Двигателей. У меня не хватает... Генераторов не хватает. Шесть штук. Двигатели ксенонские. Генератор. Ну, тут ещё много чего не хватает у меня для... До полного оборудования. Щиты. Экипаж. Мы в рукопашную не будем. Давай посмотрим, могу ли я... Нет, ну всё-таки почему нет исследования? Я хотел ксенона строить. Возможно, я смогу его и так сейчас строить. Нужно только посмотреть. Верфер гонит. Строительство кораблей. Это у нас L. Так, а XL? Опасность. Обнаружен район с агрессивной средой. Ну нет, тут ничего такого нет. Соответственно, что мы сейчас сделаем? Мы возьмём... Сейчас сюда наймём людей. Допустим, отсюда. Наймём капитана. Так. Выберем... Обслуживаю ещё самого крутого. Поработает ли он у меня в другом месте. И выберем H. Вот он. Капитан. Назначить. И теперь следующее. Что мы будем делать? Тут есть капитан. Мы его отправим на верфь. Сами не будем пилотировать, а... Сами мы полетим сюда. Прыжковые врата. Неизвестный сектор. Это как раз мы получается... Так, отмечаем, что череду Тарка мы выполнили. Это H у нас тут был. А сами... На экспериментальный шаттл... И в наглую летим в новые врата открывать. Пустое пространство. Мы сейчас прям сквозь это. Мы быстрые. Я думаю, не успеем особо тут поддохнуть. Сохранимся. Вообще, конечно... Аж хотелось бы... В случае чего восстановить. Прыжковые врата. Выбор с хатиква. Что-то я не понял, где я оказался. Устое пространство. Опасность. Обнаружен район с агрессивной средой. Где я? Почему я тут? Мне сюда надо было. Ну чё, этих не сильно трогает и меня не будет. Какой астероид интересный. О! Псеноны! Ой! 1-0-1 Вот это было внезапно! Это что всё такое? Ну это, кстати, какие-то такие... Забитые под шконку ксеноны, походу. Неизвестный объект. Чё это такое? Обломки. Астероид. Ксенонская станция. Просто станция и всё, да? В остыковке отказано. Почему? Чё не так-то? Обломки. Это лорная тема, да? Ну, я... Потом... Чё происходит? Пока не вынесу здесь ксенонов, я, соответственно... Эти обломки не... О! Это ксенонский М0! Это его обломки. Это же ксенонский М0. Только он тут какой-то маленький, что ли. И я, кстати, на этом же корабле, на котором его уничтожал. Прикольно. Чё тут ещё есть? Спутник чей-то. Ну, в общем-то... Астероид. Сектором всё понятно. Обломки. Чисто приорать. Ксенонская станция. Она вообще, интересно, может по мне стрелять чем-нибудь? Или она... Станция импотент? Сейчас посмотрим. Может. И фокус попрестёл. Твою мать! Вот это было прикольно! Но не очень. Всё, валим отсюда. Валим отсюда нафиг. Опасность. Обнаружен на нём вход в систему. Череда оттаса. И отсюда тоже валим. Да, да. Прысковая брата. Выбор в хатикват. Можно было, конечно, по-тихому её всю распистолить. Но нафиг оно мне нужно. Ксеноны и так сейчас у меня уже вымирающий вид стали. Так. А я что хотел? Выбор в хатикват. Я хотел ксенонский корабль оснастить. Ксенонский корабль. Лети, пожалуйста, в верфь. Сюда. И давай тебе апгрейд, ремонт делать. Во-первых, двигатели. Генератор щитов. Я могу больше сделать. У меня нет ксенонских просто. Ага, хрен я что могу сделать. У меня нет рецепта. А другие я поставить не могу. Боковые. Так, ладно, вот это. Это я тоже ничего не могу улучшить. Ну, хотя бы могу вот это сделать. Вот это. Грузовой дрон чуть добавить. Защитный, ремонтный. Лазерные башни добавить. Кластерная мина. Ну, пускай будет. Зорниц добавить. Экипаж самое главное могу добавить. Вот так. Вот так. Во. Ремонт добавить. Ну, к сожалению, улучшить вооружение я им не могу. У меня рецептов никаких нету. Ну, давай хотя бы так. Ты лети туда. Сейчас посмотрим, как ты это будешь делать. Возьмем чуть-чуть так сказать ускорения. Точно нельзя его в присутствии ваших кораблей. Убирайся. Ну, мы потом это запустим обязательно, когда все корабли найдем. Убираюся. Ты сдох или ты чего это было? Ты правда думаешь, что сможешь победить спиритом? Он уже, считай, прилетел куда надо. и возвращаться на симулятор. Учиться летать, как следует. Ну, тут как бы все понятно. Сейчас он улучшится, мы его спасли. Дальше по пункту у нас фортуна напилила два. Полетим добывать корабль туда. Мы на том, что собираем ништяки, которые нам выдали после прохождения миссии. Как вы видите, я пересел на Кобру. Она у меня, кстати, сейчас в хлам затюненная. Вот с такой вот раскраской. Но это не важно. То есть, сейчас мы полетим в месть Мукай. Там у нас был кораблик все-таки. Я, короче, его, я прошляпил, что он там есть. Но мы его откроем. Он где-то вот в этом районе находится. Сейчас мы включим наведение. А что это такое? А, это миссия. Это просто миссия горит и полетели. В общем, я сейчас туда прилечу. Быстро попытаюсь найти если не получится, то сделаю паузу и мы вернемся уже, когда я найду кораблик. Но там, насколько я знаю, там этот кораблик будет охраняться. Пустой вход в систему. Месть Мукай. Месть Мукай. Нам бы это еще так сказать... Забыл, что хотел сказать. Корабль там такой себе. Самый, конечно, жирный. Я думаю, это все-таки аж. Возможно, еще что-то крутое будет. Я пока не смотрел. Я тут даже какую-то интересную штуку нашел. И корабль, видимо, там. Вот оно, собственно, и есть. Это то, что и нужно. Это ксенонские станции. Посетите какую-то точку интересой. Давайте посмотрим. Эти станции нас атаковать будут или это такое чисто декоративное? Дикорастущее, так сказать. О, это дека разрушенная. Ну да, это чисто декоративные станции. Ну, может быть, в них можно будет забраться, но мы сейчас не за этим тут. Мы заберем сначала кораблик. Тесей Спорт. Тесей Спорт у нас есть кораблик. Идем в скафандр. В моднявой. Какой сигнал потерян, это о чем было интересно. Есть, Тесей Спорт наш. А что это событие сообщение. это, наверное, то, что исследование. Тесей Спорт мы обязательно тоже исследуем. Разрешение на стыковку получено. Ну, мы просто посмотрим, потом вернемся. Хотя, что, я его, наверное, сейчас к себе присоединю. Пусть он у меня стоит. Тесей Спорт. Так, вот так вот он у нас выглядит, Тесей Спорт. давайте покажу вам его это, информацию о нем. В общем, вот такая вот штука, обзор по кораблю. Ой, что я нажал? еще раз. Тесей Спорт. Информация. Обзор по кораблю. две гоночных армейские генератора щитов обычный. ПО тут такое. Подруливание, сканирование, боевой сканер. экипажа экипажа нет, но мы сейчас его сделаем. У нас куча всяких кораблей, с которых мы запросто можем кого-нибудь сдернуть. Вот Сасгарда, например, возьмем. Любого товарища, десантника не будем. Ну, любой обслуживающий, допустим, Айвен Силарм. И поработай на ТСА. ТСА Спорт, да. Капитан. Всё, это мы сделали. Теперь давайте пока мы стоим, я всё-таки полетаю, тут посмотрю. даст ли мне это что-то. Хотя, знаете, сначала запущу исследование. ТСА Спорт. У меня много всего есть, поэтому пофиг. Ресурсов вагон. Станция будешь стрелять по мне? Ксенонская станция. Дрон один. Ксенонская станция. Ну, это такие дроны. Почти безобидные. Один. А мне стрелять-то и нечем. Ладно, понятно, это всё фигня. полетим всё-таки деку ещё поразглядываем. Обломки. Чё там у меня израсходовано? Кто чё израсходовал? Ну, так как это как будто бы маленькая дека. Я себе её как-то больше представлял. Ладно. Кобра. Сейчас пристыкуемся, как раз этот Тесей у меня будет так, чисто манёвренная штука. Ну, ладно. Так, мы забрали корабль в месть Мукай, отмечаем его, это Тесей спорт у нас. Следующий мы полетим Фортуна Напилио 2. На карте у нас Фортуна Напилио 2. Это, по идее, мои корабли, о, мои корабли, мои эти, сектора. В общем, мы на подлёте в Фортуну Напилио 2 вернёмся. Итак, мы в Фортуне Напилио 2. Где-то в этом районе должен быть корабль. И я сейчас сразу скажу, это будет вкусный корабль. Это будет офигенный корабль. Вы сейчас сами поймёте, почему я так говорю. Пара-пам! Я нашёл. И это Ксенонский F. Так, остановись, я же тебе сказал. Это Ксенонский F, давайте на него посмотрим. Нет, он дымится чё-то. Даже включены у него фонари. Но на Ксенонский он, честно говоря, не особо-то и как-то похож. Ну, да ладно. Мы сейчас его захватим и посмотрим, как это выглядит. Я уже знаю, что сейчас в Ксенонский F займёт его место. А, вон оно. Вон, назад. Есть. У нас есть F. Разрешение на стыковку получено. Ух ты. перила какие-то с кнопками. F. Ух ты. Вау. Вы видели? Хоп, погасло. Подходишь? Чик. Нарисовала. Уху-ху-ху. Прикол. Нет, я хотел не так. Ладно. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, инвентарь не надо. У меня тут, блин, на 3 миллиарда всякого всячины. Вот это нам нужно смотреть. F. Тяжёлый истребитель. И обзор по кораблю. Так, я уже вижу, что нельзя будет его изучить, потому что не появилось сообщение о том, что нужно три ксенонских армейских двигателя. Скорость у него в круизе 3500. Скорость такая. Ну, кстати, средненький достаточно по характеристикам на вид. Щит ксенонский. Ну, да, корабль как корабль. И гострел. ПО, что тут есть? Даже стык компьютера нету. Стык компьютера нету, значит, ну, точнее, это не обязательно значит, но просто я их на свою стоянку все отгоняю, корабли интересные. исследования. F, к сожалению, не появился. Но, как бы, пофиг, их можно выбивать в большом количестве, просто сражаясь с такими же, как они. Теперь ксенонские корабли захватываемы. Большие корабли сложно захватываются, но захватываются все-таки. Блин, класс. Ладно, встаем. F. Такие звуки издают, прикольно. По прошлому принципу, возьмем кого-нибудь и назначим капитаном. Ладно, возвращаемся на мою кобрачку. И дальше у нас получается мы пойдем дальше в мемориал антигоны. Там тоже нас ждет корабль. Итак, в общем, я в мемориале антигоны. Я не стал туда лететь, потому что это через бездну пролетать, далеко лететь. Я просто купил тут корабль и полетел туда, где предположительно находится корабль. Опять же, по старой схеме действуем. При вас попробую поискать. Если это затягивается, то делаю монтаж. Ура! Я нашел. В общем, мне достаточно много времени понадобилось, потому что оно выше эклиптики. Б. И смотрите, какой у него идентификатор. Секс. Прикольно. Давайте посмотрим на этот секс. Это корвет, я так понимаю, судя по новым обозначениям. Вот так вот у нас ксенонский Б. Теперь будет наш. Ну, оно, конечно, прикольно, но вот реально что-то как-то с ксенонами оно не сильно у меня ассоциируется, если честно, вот эти новые корабли. Тем не менее, сейчас мы замутим с ним историю. Так, где наша утечка? Где-то, наверное, на рубке. Вон утечка. Короче, конечно, прикольная тема. Новую игру начинать, сразу себе какой-нибудь ксенонский корабль взять и на нем летать. Все, у нас есть Б. Разрешение на свековку получено. Ну-кась, ну-кась. Это куда что-нибудь ведет куда-нибудь? Нет, просто площадочка непонятная с кнопочками, лифт там, хотя логически похоже, что вот это лифт какой-то. Ну, включайся, включайся, мне это нравится. Б. М. Сюда летишь? Хо-хо-хо-хо! Вот это шляпа. Пустя легал, агрессор. Прикол. Ладно, давайте мы сделаем как обычно, посмотрим, что из себя он представляет. Инвентарь нам не нужен. Б. Естественно, мы тоже не можем изучить, чтобы строить самому. Смотрим обзор по кораблю. Обзор, в общем-то, такой, если что, можете сохранять, скриншоты делать. Двигатель ксенонский, у него, ну, блин, ну, тоже такой средненький этот самый корвет, ничего необычного в этом плане. Просто то, что он ксенонский, прикольно. ПО тоже ничего особенного нету. Но, 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 мы его тоже отправим на стоянку. Сейчас мы наймём сюда людей. Но, а мы, соответственно, дальше, дальше мы делаем следующее. Нам, нам необходимо теперь в свободный удел. Там есть тоже корабль. В общем-то, вернёмся туда, вернёмся, точнее, вернусь к вам, когда будем подлетать к свободному уделу. Насколько я понимаю, он у меня даже не открыт, как раз заодно покажу, где врата в свободный удел. Итак, мы летим в свободный удел. Опять воспользоваться тем, что тут у меня верфь есть, это помилование кардинала сектор. Эти врата находятся в самом низу. и, насколько я понял, чтобы их открыть, чтобы этот свободный удел открыть сектор, не надо проходить миссии, он у тебя и так открыт будет. По крайней мере, в списке наград эти врата точно не значились, поэтому летим сейчас в свободный удел, и там очередной будет спортивный корабль. Ну, честно говоря, не особо-то интересны эти спортивные корабли. чисто ради того, чтобы их уметь строить. Вот исследование, вот это прикольно в этом плане. Ладно, летим дальше, и там есть какая-то станция, насколько я знаю, какой-то исследовательский пост Элайджи, хрен бы его знал, что это значит. Какой-то квестовый, судя по названию, может какая-то еще квестовая линейка появится. Вход в систему. Свободный удел. Свободный удел. Так, нам куда-то туда аж. Что это за врата выделены? А, это те же. Те же. Ладно, мы пока прерв... Во, подождите, стоп, это... Во. Наблюдательный пост Элайджи. Вот, 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 о чем я говорю. Что за наблюдательный пост Элайджи? Ну, давайте я на него пристыкуюсь, посмотрим, как он выглядит. А, далеко слишком, да? Я на него пристыкуюсь, и мы посмотрим, будет ли там что-нибудь происходить. Значит, даже, знаете, не так. Если там ничего не будет происходить, я даже не покажу это, если это обычная станция. Астероид. Неизвестный объект. Все астероиды, да? Астероид. Вот такие полуастероиды. Ага, вижу. Вижу, вижу. Да, блин. Пустельга спорт. Пустельга спорт. Пустельга. Ой, какая прелесть. У него даже две пушки есть у спортивной пустельги, прикиньте. Вот это было неожиданно. Так. Все, все, все. Мы остаемся тут. Сэр. Дзянь. 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 Я чисто из-за названия взял этот корабль. Пустельга. Потому что я знаю, что я на таком не летал еще. Еще мало на каких канонерках летал. Наверное, зря. Они прикольные. Так, где утечка? в подбрюшье. В подбрюшье. С оляповой краской. Но я успел. И я могу сразу исследовать. Я это уже понял. Давай. Пустельга в порт. Телодиане нету. Ну, может, закупят. Мне понадобятся некоторые материалы, чтобы начать работать. Телодиане. Так, давай штаб-квартиру посмотрим. Взянь. Ну, если что, где моя штаб-квартира? Ладно, подождите, это я отвлекся. Я же вам хотел корабль показать. Ну, я не знаю, стоит ли в него вообще телепортироваться? Потому что, ну, блин, пусть ильга, она и в Африке пусть ильга. Давай, на всякий случай покажу, где она. Но тут ничего необычного не будет. Пустельга в порт. Ну, на вид. Пустельга и пусть ильга. Ну, и ладно, как говорится. Не, нифига, пушек нету, это чисто визуальное. тема. Ну, посмотрим, что он из себя представляет. Представляет из себя обзор по кораблю. 5300. Скорость крызи. Интересно. Скорость 887. Ну, они все быстрые, но только толку-то от этого. от этой быстроты не совсем понятно. Кто-то любит гонки, что ли. Ну, мы, соответственно, телепортируемся в куда-нибудь. Пока что, ладно, не будем телепортироваться, просто встанем и наймем сюда пилота и отправим эту штуку в этот самый, в док. обратно. Ну, а мы будем двигаться дальше. Ну, а следующий пункт нашей программы это новые врата. Мы находимся в безмолвном Свидетель-1. Я сел на то, на что придется. У меня тут полная хренья, не корабль. Но нам открыть врата хватит. И откроем мы врата в очень интересный сектор. Исторически, я бы сказал. Куда-то сюда надо лететь. Сейчас мы вжухнем, чтобы сразу знать, куда лететь. Оп. Это я, в принципе, уже вижу. Аспид. Подожди, аспид. Не то я хотел. Вон, я вижу врата. Это открытые врата. Рядом вот. Вот, вот, вот. Неизвестный объект. Вот это вот нужные нам врата и находятся они вот аж где. Сейчас увидите, куда мы прилетим. Блин, я это хотел сделать. Ну, да ладно. Вход в систему. Президентский рубеж. Прикол. Ну, там еще врата. А не принадлежит кому-то президентский рубеж? принадлежит нормально арконцам. Ну, это врат... Опознанный сверху. Опознан. Ну, тут, короче, такая тема, что мне все равно особо тут не пострелять по опознанным. Фабрика упреждения, компоненты. Кстати, вот интересно, раньше про неизвестный писала, но это теоретически задел под следующие аддоны. Тут все еще выключены врата. Неизвестный объект. Не совсем мне понятно смысл прям какой-то награды в этом плане. Вот ты выполняешь миссию, оно у тебя как награда идет. Получаешь обычный сектор. с другой стороны прикольно, что это именно президентский рубеж. А, что я лечу? Это неактивные врата, уже и понятно. Фабрика систем упреждения. Сейчас мы еще вжухнем. Что-нибудь еще открылось? неизвестный объект. Неизвестный объект. Гонский Мементо море. Помни о смерти. О, стой. Постой, можно я с тобой? Тоже неактивные врата. Полюкбас неактивный. Тут хотя бы каких-нибудь там обломки от хаков. Тогда тут битва была в Х-2 же в президентском рубеже. Что-нибудь будет хоть такое? Ну, я думаю, мы можем этот пункт вычеркивать. безмолвный свидетель врата. Мы нашли врата президентский рубеж. А это сейчас мы узнаем активные это или неактивные врата. Неактивные врата. Ну, собственно, давайте еще Мементо море откроем. Скорее всего, это самая обычная станция. Короче, я был неправ. Тут все есть. Вот, пожалуйста, вам и Хакски эта фигня разрушенная. Вот он, паучок. Вот он, паучок. Рысковая врата. Безмолвный свидетель. И я видел еще где-то вот слева были врата. Где-то были слева врата. Полетели отсюда. сейчас опять неактивные врата. Да. Это тоже неактивные врата. Ладно, идем следующим пунктом. Итак, а следующим пунктом у нас оказалось Гетсуфьюны. Где-то в этом районе, куда я отметил, должен быть корабль. Давайте полетим. Ой, 314 километров. Но действовать мы будем в той же самой схеме. Если найду сразу, покажу как найду. Не получится найти сразу, значит делаю монтаж, показываю уже результат найденного. Ну и соответственно где нашел тоже. Есть, нашел я этот корабль от дачи зовут, находится вот аж вот тут. найти было не очень просто, он где-то ниже эклиптики находится этот корабль, вот прикиньте от врат примерно вот так вот, но где-то досюда было изначально сектор. Так, поэтому полетели к даче. Вот прям сразу вижу утечку. красное там. Есть, а это что? Просто такого цвета у него пушка? Разрешение на взбеговку получено. Ну-ка посмотрим как он выглядит. Слушай, ну такой просторный прям. Прям очень просторный. Вау. Крутотень. Мне нравится. Удача. Прям какой-то такой я его даже могу строить. Ура! Давай посмотрим точно ли я могу его строить. Да, я могу строить смарт-чипы двигателей. надо скорее блин этих запустить, пустильгу выполнить, Телодиане. Я забываю. Давайте мы посмотрим что с этим кораблем. Как он выглядит. Посмотрим его характеристики. Такой чем-то большим стреляет. не сказать, что сильно быстрее, но мы посмотрим его характеристики. Обзор по кораблю. Земной корабль. Четыре ствола. Пять даже стволов. Боковые двигатели многоцелевые. Генераторы щитов. Граница МК-1. Интересно. Вооружение. Электромагнитная пушка. Четыре штуки. И одна турель. Во, это у него турель. Что тоже, кстати, не особо распространено для корфетов. Ну, ладно, мы тогда двигаемся в следующую сторону. В следующем пункте, точнее, нашего списка. Итак, мы в заключении АТ-3 в новый сектор Туманы Артемиды. И вот где-то здесь должен быть корабль. Где-то здесь. А, я догадываюсь, где вон снова какие-то камни. Это Хакская станция, блин. Трасс Королевы. Угу. Твою мать. Ух ты! Вы видели? Тут есть большой этот. Трасс Улья. Трасс Королевы. Нет, это не оно. Я видел большой страж Королевы. Блин, Сапора, чтобы забрать, тут нужно это самое. Вынести тут все. И станцию эту, станцию жестко забирать. Где большой? Я хочу верносятся. Акское сооружение. Я же видел его. Он что, упрыгнул что ли отсюда? Страш Королевы. опустошитель. Хо-хо-хо-хо. Опустошитель он называется. Вот так вот выглядит. Опустошителем зовется. Отлично. Самое то, чтобы остаться без щитов. А здесь находится Сапора. Сапора. Сейчас мы чуть отлетим, сами его поразглядываем. Во-первых. Ой, не, не то хотел. Информация. Так, обзор я не могу сделать ему, да? Это эсминец. Ага, понятно. Это самая жирная штука, поэтому она тут так защищается. блин даже не знаю вынести его отсюда или нет это вот этот самый тополет дракона пламя дракона это вот такой же точно кораблик ну а чё делать нам надо его забирать но я не уверен что мы заберем это в рамках этой серии посмотрим еще в принципе я вам его показал вот он находится здесь можем приступать к последнему пункту это тайник мы отмечаем что здесь есть саппора но мы его не забрали вопрос так саппора мы не забрали переходим к следующему пункту и так финальный пункт наших ништяков это черное солнце 5 здесь находится какой-то тайник честно говоря я даже приблизительно не понимаю что мне искать надо но какой-то тайник но только как это все дело выглядит непонятно сейчас я буду искать как обычно если это затянется я вырежу все это дело покажу уже когда найду параллельно я создал флот ну зачем у меня была куча свободных эсминцев с этим проблем нет вот у меня 10 тесок я послал просто в наглую в наглую послал лететь сюда если они долетят по сколько их долетит надеюсь штук 5 их долетит сквозь ксенонские сектора и после этого попытаемся отжать все-таки кораблик этот саппора это делать нужно будет только в удаленном бою потому что вот это вот все хозяйство она просто вынесет в реальном бою мелочь всю которая есть но мелочей не построил на самом-то деле ну собственно пофиг пусть они летят мы на них внимание не обращаем погибнут так погибнут мне это сейчас не за этим и и саппора тоже обязательным пунктом сейчас не является в поиск не поиска возврат себе вот походу я что-то интересное нашел неизвестный объект вот здесь находится неизвестный объект в обломках находится вот моя теория правдивая казалось что это за обломки думая это она 2 1 есть есть это вот он контейнер семинар кионный кристалл семинар и я получил получил сообщение давайте смотреть так сообщение игрок общение лайфхаки путь к успеху яки ухты от бетти в этой книге собраны истории различных известных пилотов связанных с пиратским синдикатом яки в ней содержатся ценные советы для опытных пилотов которым нужен дополнительный толчок для достижения успеха в этом руководстве собрана самая разнообразная информация от повседневных навыков пилотирования до управления кланом советы основаны на историях от таких личностей как сам дон марани до галактических известных героев таких как брэд сера если это руководство не потолкнет вас к успеху то вам уже ни что не поможет короче понятно тут семинария четвертого уровня в этой были ну получается мы выполнили все кроме того что забрать нужно было корабль саппора я на самом деле уже говорил что отправил туда флот в надежде что он туда прорвется флот у меня уже я видел что об ксенонский порт по пути два корабля склеились и так половина долетела как я и говорил давайте пока все просто летим сюда да ё-моё все-таки хочу я завершить уже полностью по-нормальному половину осок потерял но фиг с ним меньше лагов будет итак этих я всех завалил но тут осталось мелочь которые очень тяжело большими кораблями убить я сейчас поэтому прыгну на свою свой корабль и посмотрим попробуем помочь надеюсь в реальном бою они начнут умирать катана уйди 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 вали отсюда дельфин я уже испугался думал что только залетел они сразу померли саппору полетели захватим саппора трэган файр окей трэган фар ис ну Вот так вот мы пробились к нему. Я ожидаю, что его можно строить будет в большом количестве. Так, утечка есть, слышу. Угу, над башкой. Есть. Есть, его можно исследовать. Его можно исследовать. Информация об игроке. Сообщение средних кораблей Саппора. Всё, можно будет это. Разрешение на скриптовку получено. Так, это заскриптовано что ли? Чё-нибудь есть? Вот этого тебе совсем не стоило делать. Блин. Защитник. А я... Достаточно сейчас этот? Моё корабль загасит сейчас. Катану. Катану. Ну, загасит её, да. Так, блин. Вот это было сейчас неожиданно. Давайте атаковать цели в радиусе. Ещё раз. Ещё раз. Удалить все приказы. А, ну всё, правильно. Правильно, правильно, правильно. Я же паузу поставил. Так. Атаковать цели в радиусе. Всё, атакуйте. Здравствуйте, коробеды. Вытащите меня отсюда. Так, я бы знал, да. Защитник. Ну, не мог я знать этого. Заранее. Ах, катану завалили. Я уже собирался заканчивать выпуск, а тут на тебя. Вот так лучше, а то ни хрена не вижу. Попадай, я пока не буду. Давай, 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 добивай. Добивай. Можно пока запустить исследование. Саппора, можно исследовать! В принципе, можно будет и встать этот корабль запросто в Россию. Но мы этого делать не будем, я думаю. Мы сейчас отобьемся и отведем от этой станции. Кто это? Каплантер. Все. Мы отбились. Ну, кстати, саппора так себе, блин. Ну, мало турелей. Это было бы странно, если бы он еще имбой оказался бы после всего этого. Потому что все-таки кораблик старенький. Ну, наверное, сейчас дождемся мы, когда сможем построить саппора. Я покажу, как они строятся. Так, ну все, исследование сделал. Хаки продолжают тресаться. Я отлетел на расстояние. Правда, еще один эсминец остался там пока что. Он летит, его там кусают за попу. Они ему ничего не сделают, но ему долго придется лететь к нам. Как прилетит, присоединится. Я думаю, они тут распотронят их всех. Но я хотел показать-то не это. Саппора-то я изучил. Давайте попробуем их построить. Строительство кораблей. И у нас это L-класс. Посмотрим, что мы можем сделать. Саппоры эсминец. Да, можно строить сколько хочешь. Визуально они не будут такими красненькими, как Dragonfire. Но это дело поправимое, я думаю. Что мы можем сюда воткнуть? Четыре экспедиционных двигателя. Скорость в крызе у него неплохая. Число S-доков один. S-корабли максимальные. Два корабля можно. Только контейнеры. Конденсат ноль. Ага. Ну, кстати, они вроде не такие уж и плохие по счетам. Скорость такая вот в обычном пространстве неплохая у него. Ну, все равно, количество этих самых, как их зовут, орудий, днищенское. Нет прямого вооружения. Турели. Турели тут на выборах нету. Турелей мало. Восемь штучек получается. Ну, давайте мы сюда добавим все, что необходимо. Ремонт на тронов еще парочку. Нет. Да, и грузовых. Не знаю зачем, но пускай будут. Сюда запихнем лазерных башен, там штук 20. Исследовательских зондов, штук 20. Пусть будут. Улучшенный спутник. И навигационный маяк. Вот. И закажем. Закажем таких саппора. Тоже 20 штук. Теперь у меня их много будет. Но эти тут останутся. Я их не поведу. На убой, так сказать. Собственно, на сегодня на этом все. Чем займемся в следующей серии, я не знаю. Но мы что-нибудь придумаем. Мы забрали все награды, какие были. Так что, я еще думаю, сделаю потом ролик, где будет короткая нарезка, где что забирается, без вот этого вот пространного, того, что сейчас происходит. Ну, а на сегодня на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь. И отдельная просьба. Подпишитесь, пожалуйста, на Рутубу и на Дзен. Потому что, ну, что-то нехорошая основа, на чего происходить, будет обидно, если я потеряю всю аудиторию. Там очень мало людей подписывается. Можно сказать, и вообще там нет. На всякий случай. Пусть у вас будет. В подписках валяется там. Если что-то произойдет, вы хотя бы не потеряете меня. Ну, и я вас не потеряю, соответственно. А так, если я потеряю всю аудиторию, я вряд ли буду вообще продолжать канал. Так что, до встречи. И надеюсь, вы выполните мою просьбу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok